Ежегодно 21 сентября мероприятия в Организации Объединенных Наций начинаются с ударов в колокол мира. Это набат по всем жертвам кровопролитных войн и призыв ко Всемирному Дню Безнасилия Огня. Празднуется этот день и в нашей стране. Сегодня Международный День Мира, утвержденный Организацией Объединенных Наций. Много лет назад в 2001 году было принято решение окончательное праздновать ежегодно 21 сентября Международный День Мира. Белорусский День Мира указом президента вообще мы отмечаем каждый третий вторник сентября месяца. Только в мире мы можем спокойно жить сегодня, мы можем спокойно сегодня работать, учить своих детей, водить в детский садик, в школу. То есть мы можем спокойно развиваться, богатеть, а не разрушать. Важно еще и то, чтобы мы в своей жизни готовили молодое поколение также любить и уважать мир. Поэтому сегодня в этой молодежной аудитории собрались представители молодежи. И я думаю, что совместными усилиями из поколения в поколение мы будем передавать вот это святое мир, который у нас есть. И будем бороться за то, чтобы мы жили в мирной, процветающей республике. Великая Отечественная война, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, войны в Афганистане и Чечне. Сколько еще нужно человеческий жертв, чтобы этот список закончился. Каждая из них – трагедия отдельного народа и всего человечества. Чтобы помнить об этом, представители Брестского областного отделения Белорусского фонда мира с преподавателями и учащимися Брестского государственного колледжа связи провели совместное мероприятие, посвященное Международному дню мира. Войну я знаю от своей бабушки, которая рассказывала мне про военное время, про то, как они это переживали. И какие были последствия после нее, какой был голод и проблемы в жизни их людей. Я очень надеюсь, что это не повторится и люди перестанут устраивать конфликты в мире. Белорусский фонд мира вот уже 60 лет ведет активную работу по просвещению молодежи, увековечиванию памяти героев и масштабную просветительскую работу для того, чтобы люди больше не сталкивались с ужасами войны и не повторяли своих ошибок. Это не просто разовые какие-то акции, это система работы. У нас есть целая группа волонтеров во многих организациях, учебных заведениях, которые занимаются помощью и населению, и городу в отдельных мероприятиях. Сегодня просто замечательный праздник, ведь ни одна семья, ни один народ, ни одна страна не хочет войны. И я считаю то, что люди должны знать, чтобы не повторилась той страшной ситуации, которая была. Поэтому мне кажется очень правильно то, что вот нам, школьникам, учащимся, это все преподносят, рассказывают. Каждый человек имеет право на мирное небо, и ни один конфликт не стоит слезинки ребенка. Об этом важно помнить, чтобы день мира превратился в мирную жизнь без войны.